так ну шо сделаем еще раз спросим все таки хочу спросить а чего не приезжали чего не приезжали от мне интересно как их него руководителя фамилия шахматал смотри вот твои подчиненные видишь идем опять по этому пути кому-то по рации что-то передает ну шо спросим что же они все-таки приезжали ребята можно вопрос спасибо скажите пожалуйста а чего вы приезжали в исполков на меня кто-то что-то вызывал а тревожно-кротко мы же делим на договорных засадах и у них стоит наша тревожная сигнализация они нажали мы приехали хорошо скажите мне пожалуйста еще а в каких случаях нажимает на тревожные кнопки когда какая-то опасно или что скажи пожалуйста когда у них это сапога телесфект на ситуация конфликт интересов и так далее но авто все по закону то есть конфликт интересов каких сторон любых сторон любых сторон скажите мне пожалуйста а нашел и для пожалуйста ребята вот вы реагируете примерно Вот я сегодня пришел в исполком. Ну, вы сначала не видели. Сначала вы не видели. В среднем 40-го я тоже буду вести видеофиксирование. Да, пожалуйста, я же не просил. Дивите. Вы сначала не видели. Я просто вам советую, я выложу с самого начала все, как было. Ну, это ваше правило. Нет, я знаю. Я просто хочу, чтобы вы подивили, что там было. Чтобы вы потом понимали, почему я вам запитал у вас, в каких случаях вы выезжаете. А я хочу выложить... А еще у вас договор, составленный замовником. Дивите, подождите, подождите, подождите. В любом случае, я не то. Я не то, ребята. Да я же не за то. Я просто хочу, чтобы вы подивилися и понимали, какие могут быть конфликты интересов. Когда человек... Я ему задал вопрос. Сегодня рабочий день. Дивите. Если рабочий день сегодня, там написано, прием идет с 10 часов, да, примерно, и до какого-то времени. Значит, человек пришел, а что? А и с полком работает с полдевятого или с девятого. Я же здесь свободно. Вы же пришли на прием до головы, правильно? Да. Откуда я знаю? Нет, ну, у него же там написано, что установленный час. Ребята, ну, вы же сами бачили, дивите, 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 вы сами лично бачили, что там сильно богатый список. Не, ну, там все равно, там затвердженный график приема граждан. Вы меня сейчас, пожалуйста, почуйте, только правильно почуйте. И реализуйте то, что я сейчас скажу. Я пришел, повторяю еще раз, поздоровался с ним, сидел мужчина без опознавательных знаков, там, может, это дворник, ну, согласитесь. Может, это посудом мощности. Не, ну, вы же не поцикавились. А зачем? Ну, все равно, но он же сидит непосредственно. Согласно, какого закону я буду... Не закон, а вы зашли на приватную, ну, как, на приватную, на территорию, на заклад с установленным порядком. Такий порядок еще может быть? Не, ну, есть внутренний порядок заклада. Внутренний, правильно? Когда вы заходите в данный заклад, вы должны выкупать внутренний распорядок до нас. А где он, твой распорядок? Не, ну, это требует оцикавитись. Я вам скажу, что, типа, из людской стороны... Не, давайте мы не будем сочинять. Не, мы не сочиняем. Если вы скажете, что там есть какой-то внутренний порядок, то его должны донести, цей внутренний порядок до населення. Посетитель приходит. В любом случае, есть... Вот я пришел, да, и написано, инструкция или какой-то порядок. Я взял, ознакомился, сказал, дякую вам. Понимаете? Но если мне не дали ознакомиться графиком приема граждан, и он начал кричать мне державною мовою, вы слышите? Это уже порушение Конституции и моих прав. Во-первых, господа, я не держслужбовец, это первое. Десятая статья Конституции, о чем говорит? У вас есть интернет? Пожалуйста, зайдите, подивите. А также Устав ООН. Что там написано? А Женевская Конвенция о чем говорит? Женевская Конвенция? Да. О чем же она говорит? Сколько у нас языков рабочих? Ну, три. Три? Да. А я вам говорю, что шесть. Шесть? Да. Украинского там нет. Но затвердю, как это нет? Бачите, как хорошо, что вы этого не знаете. Так вот я вам теперь доношу информацию, что нема украинской мови в рабочем. Чему нема? Вы сейчас от нас хочете? Нет, я же до вас подошел и скажу, ребята, что вы приехали? Я же не пришел с вами конфликтовать. Я пришел от вас получить информацию. Что вы приезжали? Что есть какие-то бандиты? Нет, не бандит, у нас есть тревожная сигнализация. Да. Ну, типа нажали тревожную кнопку, то что вы там начали кричать и так далее. Все, мы приезжали. Подождите, подождите. Вы сказали, что была тревожная кнопка. А раз в тревожной кнопке там было указано, что я начал кричать? Мы приезжаем на выключ и нам пояснили, что вы... Подождите, кто вам пояснил? Той, кто натискал тревожную сигнализацию. А кто натискал? Той, кто сидит там у них. У кого есть эта кнопка? А, вы не знаете, да? У них есть комендант. Передождите, передождите. Он не натискал. За какого смысла мы? Оце, что мы как заходите. С левой стороны. Да. Он натискал тревожную кнопку. Это он? Да. Вот хорошо. Он натискал тревожную кнопку, попросили, все. Он нажал и мы приехали разобраться в ситуации. Вот и хорошо. Как все ясно, все четко. Вам большое спасибо. Вам всего доброго. Звертайтесь. Я все добре. Дякую вам. Будь ласка, разговаривайте на украинской мове. Вы где живете? Что вы сказали? Разговаривайте на украинской мове. И что? Вы тоже ее не знаете? В повноважении мне это сказать сейчас. Я задаю вопрос. В повноважении мне задавать вопрос, на qual я мове буду разговаривать? Я сейчас буду с вами с вами на ед подроб... ... salt ООН вы знаете? Здравствуйте, Украина, город Кривого Рога. Продолжение Дзержинского райисполкома города Кривого Рога. Все-таки я этих охрана полиции, я их нашел. И я с ними пообщался. Вы слышали? Нормально, спокойно. Вот так должно и быть. Не так, как в исполконе. Хлопцы меня почули, я их почув. Поблагодарили друг друга. И кто разошелся, кто остался, кто уехал. Так вот, вы услышали, что это конфликт интересов. Может быть, цей хлопец неправильно выразился. Но ничего страшного. На будущее он будет знать. Его проинструктируют. Какие конфликты интересы бывают. Ну, интересы какие конфликты. Я перед этим вам говорил, что это охрана полиции, зарегистрированная в Криворожском городском совете. Райисполкомы. Вы поняли. То есть, и они. С ними же заключили договор. И вот вам есть и интересы. Что вообще случилось? А что я туда зашел? Я вам в следующей серии расскажу. И вы еще увидите насчет ТЦКшников. Как я заходил в военную прокуратуру и задавал вопросы. И вы все отлично, господа, товарищи, паны. Поймете, что вообще случилось с этими воинами. Так вот, интересно. Стоит вопрос. Вы бачили? Охранник полиции стоял с автоматом и стоял вот с вот таким. Это новая. Чтобы вы поняли. Можно приобрести ее и в интернете и где за угодно. Сейчас я попробую его одеть. Ну, я вам скажу вес до полтора килограмма. Вот. Она очень удобная. Я вам скажу так, хоть и вес до полтора килограмма, ну, на голове хорошо она стоит. Сзади регулировка натяжения. Колщина ее чуть больше сантиметра. Я к чему? Что шлемы, каски можно приобрести в магазинах, а вот автомат кто выдал? Где можно его приобрести? Вы поняли к чему я? Это же охрана. И не одна охрана с оружием. То есть они сами себе выдают оружие. Смотрите, пожалуйста, продолжение. Что случилось? А случилось это за военнослужащих. насчет больницы. Как военнослужащие на улице падают, которые приходят в отпуск. Вот он побыл здесь два-три дня сколько там идет и упал. Чего он упал? У него может быть осколок, может быть контузия, а больница их не принимает. Почему я зашел в исполком и хотел поинтересоваться, знают ли они об этом или не знают. Смотрите, пожалуйста, продолжение и заканчивайте войну. Уже пора давным-давно этим заняться. Есть специально люди, дипломаты, которые умеют этим заниматься. Жизнь без войны. Для улучшения вашей видимости на ютуб канале принимаем помощь хоть маленькую копейку реквизит в описании под видео. го